добрый день в этом видео хочу рассказать вам как выбрать ноутбук я обычно пользуюсь яндекс маркетом здесь я забиваю допустим ноутбук мне что-то там сейчас покажется да но и здесь он правильно уже сразу определил категорию и дальше я выбираю именно по параметрам которые мне нужны для меня очень важен размер экрана и здесь кстати вот здесь вот не показывается число предложений в каждой категории но допустим я это эксперт надо то есть когда я выбираю какой-то новый товар я часто если меня был до этого какой-то аналог сравниваю с ними с на я хочу не хуже вот для меня мне уже там со 40 лет важен размер экрана поэтому я ставлю то есть типичный 15 6 чтобы он был не меньше вот ну можно еще вот здесь это выбрать и он сразу видите показывает сколько товара на моем текущем ноутбуке там который у ребенка точнее сейчас пищу вот такое разрешение 1366 768 я хочу full hd больше они в принципе будут дороже уже вот поэтому ну смысла нету переплачивать сенсорный экран мне лично не нужен вот если он вам нужен то это будет дороже вот линейку процессоров я не хочу опираться на вот эти вот маркетинговые составляющие поэтому я ориентируюсь на физическую такую составляющую количество ядер процессора я понимаю что 8 скорее все дороже у меня сейчас там на стационарном компьютере 6 ядер в принципе наверное 6 не хватит вот оперативку когда я покупал недавно системный блок поставил 8 и столкнулся однажды с такой задачи когда в экселе нужно было обработать очень большой файл я работаю как раз на виде ульдорадо там большие такие выгрузки почему-то мне потребовалось обрабатывать и он очень excel выжил всю память вот поэтому я бы рекомендовал все-таки сейчас 16 гигов для некоторых вот таких вот задач бывает или когда вкладок много в этом самом браузере вот поэтому все таки 16 комфортно хотя ну для большинства задач конечно 8 хватает но в практике казалось что 8 не хватает я еще докупил планочку 4 гига это у меня 12 то есть теоретически 12 так более-менее хватает но так мало редко кто делает поэтому я поставил 16 гигов ну давайте вот 12 поставим вдруг но таких мало предложений очень важный момент это тип видеокарта если вы не играете в компьютерные игры то вам выше крыши должно хватать встроенной карты для просмотра там любых и роликов то есть если у вас нет какой-то там 3d если у вас нет вот этих игр которые ну важно там чтобы там было 100 кадров в секунду что показывалось вот то есть если вы не геймер не играете в игры либо играть там слегка какие-то простенькие игрушки он достаточно встроенный в современный процессор встроенной карты хватает а если вы будете выбирать еще дискретную то это тысяч там 20 точно переплатить вот ни за что и не будете этим пользоваться поэтому но проблема в том что более менее хорошие процессоры вот чем я столкнулся сейчас редко идут без дискретной видеокарты как правило мощные процессоры идут в довесок дискретной карты вот это такое сейчас редкое сочетание как бы не под заказ если собирать вот объем видеопамятия соответственно пропускаю я категорически сторонник сссд меня бесит вот эти медленные шуршащие скрипящие щелкающие твердо жесткие диски старые поэтому только сссд и они слава богу сейчас стали даже при росте курса доллара неважно сейчас они сцена не растет и постепенно не снижается поэтому можно взять нормальный ссд в принципе то есть достаточно на самом деле 256 гигов но я ноутбук покупаю все таки на вырост и я хочу чтобы пользовалась моя дочка она сейчас там в седьмом-восьмом классе учится поэтому мне хотелось бы чтобы он и там еще послужил там в качестве хранения каких-нибудь материалов поэтому я вот здесь вот поставил 512 гигов вот как вот раньше то вышли были такие эти самые hdd сейчас можно за нормальные деньги купить 512 гигов ssd вот операционная система здесь можно сэкономить кстати лицензия вот если я посмотрел интересно на windows 10 холм она сейчас можно купить там за полторы тысячи вот лип легально вот можно сэкономить опять же не призываю вас пользоваться нелегально программы с печеньем но можно вот здесь выбрать без операционной системе ну разница будет несколько тысяч рублей а время автономной работы вот тут важен для вас понять а это как это будет работать то есть вы будете его носить с собой либо у вас просто дом будет стоять и у меня почему еще жена хочет выбирать ноутбук потому что ей не нравится вот эти все коробки громоздкие где-то под столом поэтому и нужен ноутбук вот мне например эти маленькие 13-дюймовые ноутбуки я вообще считаю женскими это неприемлемо для меня вот ну видите вес здесь образовался там 225 вот в принципе какие еще есть дополнительные параметры непонятно почему здесь два онлайн трейда . ру но неважно вот какие теперь дополнительные фильтры посмотрим сколько у нас всего 44 предложения в принципе так можно выбрать давайте посмотрим что еще какие еще параметры там есть из важных параметров в принципе а ним немногие пишут да так давайте посмотрим тип памяти но это будет вот это старая конечно память ddr3 ddr4 вот нужно ставить уже и чистоту памяти в принципе но лучше брать топовую все-таки вот так вот либо 2900 побольше то есть нужно 233 это убожество конечно вот показать 25 предложений вот там еще можно посмотреть по камерам значит что у нас здесь образовалась вот что еще мы можем здесь посмотреть и отключить так ну давайте тогда все таки мы в принципе это все достойные достаточно предложения будет конкуренция высокой то есть все это получилось от 50 до 60 тысяч да в принципе здесь вот интересная какая модель к 8 дальше в принципе можно уже немножко по цене отсечь их то вот ну допустим из 90 тысяч вы не готовы ну давайте поставим ну 155 тысяч тоже вы не готовы я думаю платить давайте поставим 70 тысяч до нормальное ограничение уже по цене и осталось 20 моделей вот ну давайте их популярности вот эти павильон такой идет 15 621 3200 5500 чем они отличаются да а ну кстати не могут отличаться на самом деле цветом здесь вот вам нужно просто определиться чем он какой цвет вам нужен ну дальше можно в принципе их все добавить к сравнению те которые вы хотели выбрать вот леново вот леново почему не хочу брать вот у меня был какой-то опыт плохой с приобретением телефона леново какой-то там неудачно он очень зависающий был поэтому в принципе он меня не устраивал ну то есть в принципе все вот эти вот неплохие ноутбуки оказались вот и в общем нужно смотреть что он нужен 256 и 512 вот в принципе они все хорошие ну где-то вот как правило тут получается две модели md risen 5 вот и кстати нужно здесь еще смотреть а в каком магазине есть это вот и бывает что не это почему-то asus здесь загнобили давайте еще посмотрим все фильтры давайте еще важен для меня например тип покрытия экрана давайте посмотрим все таки нет вариантов тип матрицы вот и совсем забыл мне нужно конечно айпи с матрица вот веб-камера ну важно что она была кстати почему-то тут иногда увеличивается число предложений у всех естественно есть подсветка клавиатуры ну наверное полезно что тут еще в принципе все остальное не то а вот очень важный показатель это а вай фай стандарт вай фай должен быть эйси но к счастью здесь у всех уже есть так давайте еще смотреть вот интерфейсы мне важно наличие интерфейса интернет rj-45 я все-таки если я думаю ну больше 6 утра вот я конечно воткну кабель потому что у меня по кабелю 700 мегабит в секунду скорость ну по воздуху она все-таки сильно зашумленные каналы поэтому вот и видите у части ноутбуков либо это не указано либо у них сейчас нужно подключать адаптер вот у нас таким образом ну выход hdmi я надеюсь у всех есть вот кстати какой-то глюк а но это почему-то он неправильно работал вот показать 20 предложений hdmi есть у всех то есть это внешний ноутбук или подключить ноутбук посмотри какой-нибудь фильм вот ну вот смотрите мы выбрали вот эти несколько моделей в принципе они очень все похожи я при прочих равно все-таки зависит от того какой у меня бюджет я могу выбрать тот или иной вариант ну давайте посмотрим что у нас получается но здесь эти по-дурацки реализованы нельзя посмотреть сразу давайте что у нас получилось а и тут можно отсекать те варианты в которых одно предложение правило ну не конкурентоспособную и еще смотреть где продаются может быть где-то удобнее с доставкой или в каком-то магазине у вас скидка дополнительная и видео записываю как выбрать ноутбук можно пойти погулять да он отпускает вот что мы видим здесь вот что при прочих рамках можно взять без операционной системы хотя они очень конкурентоспособные все вот и где-то чистоту вот еще можно посмотреть на чистоту вот мы сейчас вот это добавили иногда бывает что модели делают потом бренд на них наклеивают разных производителей делают все в одном месте вот еще важный параметр обратите внимание вес ноутбук естественно диагональ на него влияет и влияет наличие вот этой карты вот чем же отличается вот этот вот ноутбук допустим вот от этого сейчас я хочу сообразить просто 17 и 21 тут цена на 10 тысяч больше а тут наверное windows 3 просто не указано ну тут вот какое-то предложение ну просто во первых и дорогое вот и часть параметров производителя ну то есть продавец не указала поэтому это может быть выскочила какая-то более старая модель то есть конкуренции здесь нет то есть рассчитывать что это какая-то будет выгодная цена не приходится то есть мы это удаляем вот давайте еще раз вернемся посмотрим то есть это здесь можно когда 7 предложений еще можно счет выбрать 29 вот ну давайте вот леново добавим еще раз посмотрим чем же у нас плохо так леново айдиапад у него есть есть think book вот давайте посмотрим почему они кстати не всегда в конец добавляются что неудобно на яндекс маркете почему-то непонятное место давайте посмотрим вот их валит там think book 14 отзывов там DOS вот 4500 и 5500 кстати вот эти вот 5500 оказалось более свежей моделью но чуточку меньше производительность там буквально на 3 что ли 5 процентов вот но меньше там энерго выделения то есть но вот это вот на эту частоту сильно не смотреть может они все до 4000 разгоняются сами вот это более как бы на как более свежая модель вот видите они очень похожи практически идентичные ну где-то даже кстати интересно блутус уже идет 5.1 так окей кстати не всегда вот здесь вот информация есть парик на вот с этими нужно проверить если здесь мой этот выход на сеть вот в принципе дальше можно уже смотреть там по наличию вот по цене конкуренция высокая ну тут вот получается даже дешевле идет с windows вот может быть кстати вот самую первую цену не смотрите это может быть какой-нибудь магазин странный типа господи которые с гарантией проблемы возникают player.ru вот поэтому не ведитесь на эту цену там вы просто кучу времени потеряете поэтому так некорректно смотреть вот но тут какая-то информация со слотами памяти то есть бывают и печатки поэтому фильтры иногда отсеивают интересное предложение которых не заполнен данный был параметр вот я пока вот этот вроде ноутбук выбрал но что-то смотрю что-то rj интерфейс что-то я просмотрел почему он отсутствует вот нужно проверить этот будет момент если что придется купить адаптер ну если гигабитная сеть то он будет стоить там пару тысяч если мегабитная то 100 мегабит то несколько сот рублей в общем спасибо большое за внимание вот подписывайтесь ставьте лайки спасибо большое за внимание до свидания так кстати вот этот результат поиска можно его просто добавить сохранить в избранное вот чтобы потом их заново не искать спасибо большое до свидания спасибо спасибо